Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду делать оригинальный интерьерный венок из пробок для вина, а также орехов. Орехи я решила использовать, потому что боялась, что мне не хватит количества пробок, которые я и так собирала 10 лет. Для венка мне понадобится основа. В этот раз основу мне муж вырезал из листа пенопласта, на которой я с помощью двух крышек от кастрюль, большей и меньшей, нарисовала вот такое кольцо нехитрое. Для начала сглаживаю немного углы кольца. Идеальности здесь я не буду добиваться, но немножко сгладить нужно. Так будет нам легче потом наклеивать пробки и орехи. Делаю я это только с лицевой стороны кольца, а обратная сторона останется плоская. Это даже лучше, потому что венок будет плотнее висеть на стене или на двери. Мне нужно скрыть белый цвет кольца. Такой вот у меня завалялся кусок старого пакета крафтового. Я нарезаю его на полоски и этими полосками начинаю обклеивать кольцом с помощью термопистолета. Далее креплю веревку, на которой будет висеть венок. Это лучше сделать сразу, потому что, когда мы его обклеим, уже сложно будет протиснуть туда веревку. Начинаю обклеивать свой венок пробками и орехами, стараясь заполнять все пустоты. Вначале я решила делать венок из непокрашенных орехов. Мне хотелось максимальной такой натуральности и однотонности в нем добиться. Дизайн всегда корректируется по ходу выполнения работы, поэтому конечный результат будет немножко другой, чем я задумывала о себе первоначально. В пробке я стараюсь чередовать большие и маленькие с разными надписями и клеить их под разными углами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда я обклеила всю основу пробками и орехами, у меня возникло две проблемы. Во-первых, мне показался венок мой каким-то скучным. Я решила покрасить орехи бронзовой акриловой краской. Орехи я крашу полусухой кистью, только видимые части, не стараясь прямо всю 100% идеально закрасить. Второй моей проблемой стала основа. Она просвечивалась сквозь пробки. Они довольно крупные элементы и слишком плотно их не удалось друг другу приклеить. Цвет крафтовой бумаги оказался светлым. Сразу я на это не обратила внимание. Но теперь нужно как-то выкручиваться. Сначала я подумала использовать красные ягодки, заполнить ими пробелы. Но мне не совсем понравился результат. И все равно полностью пустоты ягодками заполнить бы не удалось. Поэтому, как всегда, я решила выкручиваться из подручных средств. Нашла мешок со старым кокосовым сизалем. Это остатки от палки для цветка. Наверное, лет 10 лежал у меня. Вот и пригодился. Этим сизалем я плотненько набиваю все промежутки. Также с изнаночной стороны я решила подклеить края, потому что эти части будут просматриваться сбоку. Лишнюю длину волосков я потом подстригу ножницами. Напишите в комментариях, какой вариант венка вам понравился бы больше. С ягодками или с сизалем. Желаю всем творческих успехов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok